я вас приветствую друзья сегодня снова поговорим на тему гибели группы дятлова о фотографиях из поиска меня давно привлекает внимание мое внимание давно привлекает несколько фотографий как на которых явно фигурирует кедр и как-то вот я заметил то многие объединяют эти фотографии в одну линию что мол вот это скорее всего один и тот же кедр просто сна с нескольких ракурсов сфотографирован но у меня есть большое подозрение что это совершенно не одно и то же место что это совершенно разные деревья и поэтому вызывает вопросы вообще зачем они сфотографированы эти места для чего с какой целью что нам хотели донести что нам хотели показать вот для меня это непонятно а ввиду того что я считаю что там явно была инценировка и часть участников поисковой группы ну по крайней мере мастерников тимпалов аксель рот в той или иной степени были посвящены в эту инценировку может быть не полностью то отсюда и возникает предположение они вброс или это были специально умышленно сделаны не подбиралась и это места где должно было происходить все это событие должны были во первых во вторых может быть это нам хотели показать эти места типа стоянок мол вот они да вот они здесь были но они выглядят у слишком ну как бы притянуто и явно искусственно но давайте вот это предисловие так хоть я сейчас закончу сразу давать перейдем к фотографиям и поговорим на конкретно уже глядя на и на эти фотографии вот например есть очень известная фотография принято с это место где были найдены возможно кривонищенко и дороженко виду того что тут явно отчетливо видны следы как бы костра вроде бы обгоревшие бревну можно будет вот посмотреть на другом фото на другой фотографии поближе и убедиться что на в этом бревне очень похоже как будто бы следы некого обгорания присутствует если это конечно одно и то же бревно что тоже как бы может вызывать некие вопросы но изначально казалось что это похоже вроде бы на то место где были найдены кривонищенко и дороженко судя по разбросанному от лапнику судя по различному месту но ведь мы же имеем фотографии у нас они есть где действительно они были найдены и если посмотреть на это место вот например с такого ракурса это конечно другой ракурс то можно заметить что вокруг кедра очень много мелкой растительности почему я считаю что вот эта фотография она как раз показывает именно то место где были найдены кривонищенко и дороженко это можно понять по другому фото я вот здесь немножечко заретушировал естественно убрал чтобы не было видно тела но можете обратить внимание вот на эту березку и вот на этот кустик и если посмотреть обратно то можно приблизительно понять что вот тут где-то есть некий кустик похоже остатки а вот березка и вот здесь вот еще стоит некое деревце она приблизительно приблизительно похоже на деревце которое вот здесь мы можем увидеть и вот опять этот кустик ну как мы видим да достаточно много растительности вокруг того места где были найдены кривонищенко и дороженко а возвращаясь вот к этой фотографии можно заметить что ну тут совершенно другая местность вообще все по-другому и как-то ну никак она не вяжется с тем местом где были найдены кривонищенко и дороженко сразу кстати хочу заметить что утверждение насчет того что вот им подорез на имею ввиду группе дятлова выживший подорез надо было залезть туда на четыре с половиной метра и на пять метров и ломать там деревья ветки вот эти сучки для костра она ну однозначно получается не выдерживать никакую критику потому что еще раз повторяю вокруг кедра очень много мелкой растительности которая легко ломается и совершенно не надо до этого лезть куда-то наверх то есть поддерживать костер и кстати сразу же попутно хочу раз уж начал рассматривать посмотрите вот если вот мы смотреть на этот кедр у него тут ветви там снизу по обломаны а дальше достаточно высоко чтобы забираться то есть ну тяжеловато конечно залазить хотя в мальчишки могли в принципе умело цепляясь за остатки сучки сучьев залезать и у меня есть такое впечатление что вот эти сучьи они все-таки подрублены они обломаны которые а здесь внизу мелькают это к вопросу о том был ли топор у группы дятлова возле этого кедра но ладно это попутное замечание то есть вот эта фотография ну явно с другого места вы опять можете сказать ну ладно что ты докопался наверное эта фотография именно того места но ночевки где был найден потом лабаз возле ау а успе было за такое место ну хорошо можно и туда посмотреть и убедиться что вот например по этой фотографии вот тут стоят лыжи люди как вы видите место где был найден лабаз она тоже сильно и очень густо заросшие и опять не получается что это место ночевки тогда что за это за фотографию ведь явно видны следы что здесь присутствовал кто-то и занесено снегом то есть это явно следы на мой взгляд присутствия группы ночью ночью еще здесь но где это сфотографировано вот такого точного уточнения я так и не нашел а если касаться именно место ночевки то вот есть ведь еще одна фотография вот например вот это а что тогда здесь вот здесь мы видим кто-то воткнул 2 воткнул пару лыж 2 лыжи явно здесь вот истоптано наломано веток опять дерево а здесь что это и другое место ночевки стали но здесь она вообще свежая то есть видно не занесено снегом совершенно явно только что натоптано и только что наломано то есть сначала кто-то подошел и стоптал наломал веток расчистил воткнул лыжи отошел и сфотографировал зачем с какой целью и опять у нас ответа нет и у меня возникает какие-то сомнения по поводу вот этих всех манипуляций то есть у нас явно сфотографировано как минимум три разных места вообще разных ну если учитывать лабаз то даже четыре разных места однозначно и если начать одно место примерно нам понятно что там находился кривонищенко и дорошенко еще можно понять то вот три других различных места я не могу связать воедино и у меня нет ответа а что же это для чего нам это показали ведь это же для чего-то сфотографировано поисковиками или кем-то я не знаю и для чего-то выложено на наше обозрение что хотели донести место стоянки указать но это не сходится я уже сказал на месте стоянки это показания это радиограмма масленникова это его показания других что на месте стоянки был найден лаба но если сравнивать вот эту фотографию и сравнивать вот эту фотографию да с этой оглоблей какой-то даровинный а потом посмотреть на фотографии лаба да ну мы четко завидно стоит совершенно разные места что же это такое чьи следы были сфотографированы вот в чем вопрос чьи стоянки а это явно стоянки были зафиксированы ведь нам же нигде не указывается что поисковики нашли вот именно значит точно значит еще помимо вот той стоянки где был лабаз еще какие-то находили одну находили но даже не поисковики я вроде как геологи там или якобы группы слабцова где-то в на середине а успе ну допустим а у нас да тут как минимум две чьи это следы кто здесь останавливался для чего это зафиксировано резюмируя вот хочу сказать к чему я вот эти все вопросы задаю и вот так вот докапываюсь но как раз вы до каких-то странных фотографий ну подумаешь но фотографировали и фотографировали а потому что если мы узнаем ответы на вопросы вообще что это что на этих фотографиях нам донесли что нам пытались показать то мы более четко сможем понять картину и было бы очень хорошо узнать вообще где это сделаны фотографии вот именно в каком месте потому что четко видно что эти фотографии сделаны в лесу они на берегу реки ауспия вот для которой безусловно должны были останавливаться причем в каких-то местах с уклоном и это опять не попал не получается на середине реки ну среднем течение реки ауспия стоянка потому что там такого места ну как бы где они могли такую с таким хорошим уклоном найти место то есть есть впечатление что все это сфотографировано именно вот в районе вот этого перевала дятлова несколько мест со следами каких-то стоянок непонятно где сделано и не понадоб не понятно чьи это следы то есть есть вероятность вот вывод какой то возможно все-таки там было найдено гораздо больше следов и гораздо больше информации получено чем нам рассказали либо это следы именно инсценировки то ли сначала сделали вот давайте вот здесь стояночку сделаем сделали так нет не сходится по маршруту не получается давайте сделаем здесь сделали и опять не получается нет нет надо все-таки вот скорее всего вот в этом месте и вот здесь окончательному сделали вот будет здесь и лабак а вот эти фотографии они просто могли где-то остаться в каких-то архивах ну мало ли чё кто поймет что тут фотографировано вот такой примерно вывод у меня напрашивается и мне кажется это еще одно свидетельство того что либо там есть что-то что мы не знаем и какие-то другие информация какую-то которую нам неведомо до нас не дошла еще либо мы мы здесь четко сможем увидеть попытки вот каким-то образом создать ситуацию сами замерзли сами погибли пишите свои комментарии по этому поводу давайте это обсудим ставьте лайки подписывайтесь ну а мне только остается сказать до новых встреч друзья